Судьбу бывшей площади Суворовского училища обсуждали с лета. Проекты по освоению ценных метров в самом центре города предлагали архитекторы со всей России. До финала большого конкурса добрались три проектные конторы из Москвы, Петербурга и Ульяновска. Сегодня они представят свои концепции на суджюри, а оно выберет лучшую. Территория сегодня разделена уже на три планировочных квартала красными линиями Краснознаменного переулка и улицы Льва Толстого. Соответственно, у нас есть три слагаемых, которые можно так или иначе миксовать. Миксовали бывшее гвардейское танковое училище три проектные группы, в составе каждой из которых были ульяновские специалисты. Наш вариант представляет концепцию, когда восстанавливается городская разрушенная ткань, восстанавливаются улицы, которые сложились на этой территории еще в 17 веке, структура кварталов и главная доминанта Троицкий храм. Во всех проектах вакантный метраж должны были занять художественный музей, образовательные и патриотические центры, а также жилая застройка. Мы обязательно предлагаем жилье в разных формах. Это могут быть гостиницы, апартаменты, молодежные дома. Но город без жилья быть не может. Он будет полупустой, унылый. То есть жилье, мне кажется, должна быть одна из главных функций в этом районе. Вторит коллеги и архитектор Кирилл Штемпель, чья мастерская в результате и одержала победу в конкурсе. Это в первую очередь культура и образование. Это вот два основных момента. Но мы понимаем, что эти моменты не будут работать без третьей составляющей, которую должна этот проект запустить. Речь идет о каком-то масштабном инвестиционном проекте, который тоже должен на этой территории появиться. Пестовать культуру без строительства девятиэтажного жилого комплекса не выйдет. Такова коммерческая реальность. Возведение нового корпуса художественного музея, а также арт-кластера начнется лишь после этого, на вырученные от продажи квартир в ЖК средства. Здание в критическом состоянии, но даже для того, чтобы к нему подступиться, скажем так, нужны инвестиции. Поэтому начать прорабатывать этот вектор, безусловно, да. Но сама реализация проекта реконструкции кадетского корпуса, ну это не первая очередь, и мы это прекрасно понимаем. Точных сроков никто не называет. Столь масштабный проект требует осмысления на уровне правительства и серьезных бизнес-игроков. А дальше еще более длинная и, наверное, даже более интересная работа. Мы понимаем, что конкурс это толчок для дальнейшего рассмотрения и работы с данной территорией. То есть это не догма, это шанс для инструмента для представителей региональной местной власти посмотреть на эту территорию уже, скажем так, более глубоко, на более проработанные варианты развития. Продленная улица Лева Толстого отделит будущий элитный ЖК и многоуровневый паркинг от социально ориентированной территории, на которой также должны появиться бутик-отель и фитнес-центр. Позади же гостиницы Советской встанет еще один жилой дом. Но пока все это лишь далеко идущие планы. Как рекультивируют историю на практике, покажет реальность. Вячеслав Новожилов, Юрий Давыдов, репортер 73.